Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами находимся в автосалоне Pro Tuning на улице Российская, 263. За мной находится Porsche Cayenne 2022 года выпуска. Вообще, изначально Cayenne не должен был появиться в модельном ряду Porsche, потому что сама компания занимается изготовлением спорткаров, которые являются одними из самых быстрых машин на планете. Но наступили тяжелые времена, компании нужны деньги, и им нужен был срочно автомобиль, который будет приносить прибыль. Поэтому на свет появился Cayenne. На сегодня мы имеем уже узнаваемый автомобиль, который хотят многие, хотят миллионы, поэтому давайте рассмотрим поподробнее. Автомобиль был привезен из Америки с пробегом 2000 километров. Это такая базовая комплектация практически, то есть это такой входной билет в клуб Cayenne. Но эта комплектация включает в себя круговой обзор камеры 360, который находится в передней части автомобиля, в крышках зеркал и сзади. Также спереди мы наблюдаем радар, который помогает контролировать ситуацию на дороге. Фары у нас имеют хромовую вставку, это тоже отличная особенность этих автомобилей, потому что есть разные типы фар. На машине установлены 21-е колесные диски с алмазной полировкой лицевой части. Также суппорта окрашены в серый графит с логотипом Porsche. Под капотом установлен V-образный шестицинедровый мотор объемом 3 литра и мощностью 340 лошадиных сил на бензине. Отдельно хочется отметить заднюю часть автомобиля, а именно фонарь, который протягивается по всей ширине кузова. Лично мне просто он очень нравится, то, как это все реализовано. Очень такая глубина получается большая у него этих элементов самых разных. И логотип Porsche спрятан под стекло. Тоже такая фишка небольшая у этого автомобиля. В салоне нас встречает отделка из натуральной кожи. Это бежевый и черный тона, которые очень красиво сочетаются. Также сидения имеют 14 регулировок. То есть в любом случае вы под себя что-нибудь да подберете. И что стоит заметить, это ключ, который находится с левой стороны. Это такая фишка, которая пошла у Porsche из гонок лиман. Потому что при открытии двери пилот должен максимально быстро завести машину. Поэтому перед посадкой он сразу берется за ключ, хватает и заводит машину, чтобы быстро выехать со старта. И это уже стало отличительной чертой каждой модели Porsche. В салоне находится очень много элементов, которые присущи именно марке Porsche. Это часы, которые находятся прямо по центру всего салона. И тахометр прямо по центру приборной панели. Это такая фишка, которая идет только на спорткарах, чтобы вы понимали, какие обороты сейчас на двигателе. Также в комплектацию входит музыкальная система Bose, которая обеспечивает очень хорошее звучание в салоне. Подлокотник, в котором есть беспроводная зарядка для телефонов и два современных USB Type-C. Руль из натуральной кожи, которая имеет в себе анатомию под руки. Лепестки для переключения передач и очень красивая алюминиевая вставка пройдет через весь руль. Мультимедиа с сенсорным экраном работает очень плавно, без подвисаний, без подлагиваний. Ну в общем, это немецкие автомобили, в них все в этом плане всегда прекрасно. Также есть навигация, CarPlay, Android Auto, телефон можно подключить, разговаривать через автомобиль. Камеры 360 с отличным качеством, помогают вам парковаться в любой ситуации. Также имеется настройка режимов движения различных самых, системы помощника автомобиля при движении. И настройка комфорта, в который входит подсветка салона, настройка сидений водителя, это вентиляция и обогрев. На центральной консоли тоже очень много кнопок, имеется двухзонный климат-контроль у каждого пассажира спереди. Различные дополнительные кнопки, которые дублируют экран в верхней части. Система вентиляции сидений, подогрева их, подогрев лобового стекла и заднего стекла. И каноничный селектор в стиле Porsche. Комфортный задний ряд, который имеет в себе очень много места, в принципе поместятся даже высокие люди. Вот я, допустим, с ростом 187 см, спокойно сижу здесь, как бы никакого дискомфорта не ощущаю. Также имеются две современные зарядки USB Type-C и прикуриватель. И подстаканники для всех пассажиров. Ехать можно прям с комфортом, очень здорово. Также хочется отметить очень красивую атмосферную подсветку, которая идет по всему салону, по дверям и по потолку. Также по всему салону идет огромная панорамная крыша, которая открывается в два приема. Многие люди оценят это, потому что хочется еще чуть дальше ее задвинуть за себя и ехать с максимальным комфортом в теплую погоду. Багажник можно открыть без рук, что очень удобно, когда вы идете из магазина с пакетами, руки все заняты, просто провели ногой, крышка открылась. Также в багажном отделении мы имеем прикуриватель. Очень полезно будет для многих людей, чтобы заряжать какую-то свою аппаратуру, подключать компрессоры различные, дополнительные. Также имеется здесь дополнительный комплект ковриков ворсовых на летний сезон и докатка, рядом с которой расположен сабвуфер аудиосистемы Bose. По итогу мы получаем отличный автомобиль, который, несмотря на то, что находится в базовой комплектации, имеет в себе ряд удобностей.